И снова здравствуйте, товарищи! Продолжаем развивать Советскую Республику. И вот у нас наконец-таки накопилось достаточное количество ресурсов для производства наших первых автомобилей. У нас наконец-таки достроился автомагазин, вот где уже работают первые продавцы. И уже ждет целая очередь из целых 15 покупателей. Ну что ж, осталось только начать производить автомобили. И в конце концов давайте-ка начнем. Как вы помните, мы купили две лицензии на производство двух марок автомобилей. Это ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Ну с них в принципе и начнем. Давайте-ка для начала произведем первые 10 ГАЗ-21. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И первые автомобили ГАЗ-24. Первые 10 штук. Итак, отлично. И давайте-ка купим, наверное, еще вот бортовой автомобиль, да, вот, который будет перевозить наши вот эти произведенные автомобили, да, вот, до магазина. Вот, и так, бортовой грузовик. Так, вот, МАЗ вот такой вот можно будет. Мне почему-то больше вот этот нравится. Он дешевле, да, вот. Так. В принципе, больше вариантов нет. Так, пока у нас автодепо для нашего автозавода еще нету, да, вот. Итак, будет забирать вот отсюда технику, будет ждать загрузку. Так, и будет привозить все это дело он в автомагазин. Так, где у нас автомагазин? Так, где-то здесь был. Вот он, да, так, выгружать технику. Так. Погнал. Так. И давайте-ка, наверное, начнем потихоньку строить для нашего автогиганта, да, вот, первые такие вот цеха, да, по производству сырья. А что нам нужно производить? Это пластик, механические детали, да, вот, электродетали, электронику, сталь и ткань. Ну, ткань, в принципе, мы производить не будем, мы отдельно и так вот производим эту ткань. У нас имеется вот такая ткацкая фабрика, да, вот, которая вот произвела, да, вот, предостаточное количество ткани, да, вот. То есть у нас вот как бы тут отдельно работает ткацкая фабрика, да, вот, и фабрика одежды по пошилам. Вот, вот, итак, вот, что я еще думаю. Надо бы, наверное, вот эти вот, вот этот вот проект снести, да, вот этот кусочек, имея в виду, вот, большой вот этот вот корпус для производства, ну, который мы планируем для производства спецтехники большегрузов, да, его мы будем, думаю, построим как бы каким-нибудь, вот, отдельным заводом, да, вот. Поэтому, наверное, уберем их, вот. Потому что я думаю, что на начальном этапе, да, вот, если вот, вот, цеха корпуса, да, вот, они не справятся. Вот, так, здесь немножечко тоже вот уберем сейчас. Вот эти КППшки тоже, да, вот они не нужны сейчас нам. Так, часть вот этого забора, вот. Так, и вот эта вот железная дорога тоже, она не нужна тут. То есть этот завод по производству спецтехники мы построим в другом месте. Вот, таким вот образом сделали, да, так. Так, вот эта остановочка уже не нужна нам, да, будет. Так, вернем дорогу. Так, ой, не то. Имею до асфальтную дорогу снова вернем тут, да. Так, вот таким вот образом, да, вот. Ну, а часть вот этого забора мы уберем, пожалуй, так. Так, это пускай стоит пока что, мы там еще попланируем. Так, вот, так. Итак, давайте-ка построим корпуса для, ну, цеха, имею в виду, для производства сырья, да, для наших заводов, да. Вот, для производственных линий. Так, итак. И сперва мы начнем в первую очередь, это, конечно же, с пластика. Потому что пластика у нас очень и так вот дефицит, да, вот. Потому что вот этот вот заводик, он один вот не справляется вообще, в общем-то, да, вот. И, скорее всего, в скором времени этот завод мы немного подснесем, да, вот мы его обновим. Построим более производительные. Вот, итак, у нас, нам требуется пластиковый завод и, естественно, химический цех. Для производства, ну, для самого пластика, да, вот, требуется химический цех. Вот, итак, здесь у нас есть такие модовые цеха, да, вот такие вот. Так, вот, химический цех, да, вот, мы его разместим где-то вот примерно вот здесь вот. Самое то будет смотреться, да, вот. Так, вот, вот здесь вот так вот на изгибе его поставим, да, вот. Вот таким вот образом, вот, да. И пластиковый цех. Пластиковый цех мы вот поставим, наверное, вот здесь вот, да, вот таким вот образом. Ровненько будет это дело выглядеть. Так, нам надо, чтобы оно вот прямо вот проходило вот так вот, да, вот. И вот, потому что вот, чтобы был, умещался вот этот вот перекресток для движения погрузчиков. Вот, вот этих перекрестков тут у нас будет два вот так вот стоять. Так, вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Отлично. Так. Хотя вот этот вот зачем, я не знаю. Тоже интересно, да. Так, тут у нас дорога не построилась, да. Так. Ну, мы сейчас ее встроим. Вот таким вот слишком крутой поворот, говорит, да. Так, так, ну ладно, мы сейчас более сглаженно сделаем. Таким вот образом, да. Так. Вот здесь вот будет потом такой вот перекресток, да, вот. Для... Таким вот образом. Так, сейчас гараж погрузчиков. Да нет, хотя, в принципе, он нужен будет вот здесь вот. Вот так вот. Так, нет, не так. По-другому. Вот. Вот таким вот образом поставим, да. Потому что вот так вот сейчас будет идти дорога, да. Вот это вот, куда вот, как будут перемещаться у нас рабочие, да. Вот. Так, мешает здание. Вот. Во. Разместили, да. Так, вот таким вот образом. Так. Ну, вот тут, в принципе, будет. Так, перекресток сделали, да, вот тут вот. Так, потом. Так. Немножко потом. Так, подождите-ка, а что требуется у нас для производства этих самых пластика? Так. Так, нефть, да, вот требуется. И химикаты. Химикаты прямиком будут доставляться, ну и нефть. Так. А сюда требуется топливо, древесина, битум. Так, который будет у нас сюда вот доставляться, в принципе, да. Так. Ну, в общем-то, дорогу строить продолжаем, да. Вот. И вот здесь вот где-то сделаем КПП. Так. Так. Так, вот таким вот образом, да. КПП поставим вот здесь вот. Так. Во! Красиво вот так вот будет, да? Так, вот. То есть, вот тут вот будет одновременная дорога, да, вот, и будут перемещаться также пешеходы, да, вот, которые будут идти на работу, да, на завод. Так, давайте-ка забор тоже доразместим, да, вот таким вот образом. Немножко вот так вот, пускай, красиво огибает цех, да, вот этот вот. Здесь сейчас нам придется, я думаю, подснести немножко столбы. Ну, это мы сейчас их вернем. Так, вот таким вот образом, да. Так. Все строится. Так. Возвращаем столбы. Так. Так, вот эта дорога, да, вот она у нас будет еще сюда вот двигаться, вот, какой-нибудь тоже еще корпус будет. Так. Так, здесь надо будет нам сейчас построить какую-нибудь остановочку. Вот так пока сделаем. Так, остановка. Автобусная остановка, нужно так, так, станция остановка. Ну, вот такая простенькая тут сойдет. Ну, а сюда будет подходить обычная асфальтная дорога, вот такая вот, да, вот. Все. Пускай вот это потихонечку у нас строится, да, вот, для начала, так сказать, да, вот. Ну, и здесь потом, позже мы заложим гаражи погрузчиков, вот. Итак, у нас, смотрю, первый автомобиль произвелся, да, вот, и он уже, вот, его погрузили в кузов, да, вот, нашего МАЗа, вот этого, да, вот, платформы, чтобы отвезти в магазин. Ну, и второй уже, вот, наполовину произвелся, да, вот, он, это, ну, сейчас пока рабочие отдыхают. Так. Итак, что же у нас тут? Так, здесь сейчас нам надо будет немножко вот такую вот маленькую ревизию произвести, так, ну, не ревизию, а хотел сказать о том. Так. Здесь построим для начала, так, гараж погрузчиков, пересечение с рельсами, да, вот, так, у нас здесь вот пересечение с рельсами будет идти. Так. Вот таким вот образом, так, пересечение с рельсами. Так, здесь вот сейчас немножечко мы дорогу подснесем, вот, и построим два гаража погрузчиков. Один будет снабжать склад стали, второй будет снабжать вот этот склад. Так. Для этого немножко вот эту вот дорогу придется немного убрать, да, вот так вот. Так. Для склада стали нам подойдет вот такой вот гараж погрузчиков, который вот вмещает две единицы техники. Так, вот, чтобы плавный заход был немного, вот так. Так, ладно, мы это немного еще перестроим, да, вот. Таким вот образом пока поставим. Так, ну, в принципе, все идет по плану. Так, а сюда вот построим вот такой вот большой гараж погрузчиков, да, вот, который вмещает восемь единиц техники. Так, вот так вот сделаем. Так, а здесь вот сейчас немножко подснесем и поставим вот такой вот перекресток. Так, вот так вот здесь вот будет пересечение, да, вот с железнодорожной линией. Так же вот все таким же образом. Так, все. Пока потихоньку строите, да, вот. Так. Что у нас с автомобилями? Так, пока еще рабочие не приехали, да, так. Ну, вот, вот здесь вот потом в дальнейшем разместим электродетальный цех и цех по производству электроники, да, вот. Ну, а вот здесь чуть подальше разместим механо-сборочный цех, да, вот, и цех по выплавке стали. Вот, то есть цех для выплавки стали. Итак, у нас, посмотрим-ка, что у нас с ресурсами. Так, немного это маловато, да. Давайте-ка вот немножко переназначим тут, да, вот, стройконтору, да. Так, давайте-ка, пускай вот он берет сталь еще отсюда. Вот, чтобы вот не было таких вот. Ну, и также вот жилдорстройконтора тоже берет отсюда тоже стали. Вот. Тоже вот. Ну, и, по крайней мере, это, хотя бы это, как говорится, это, в одном месте будут забирать они сталь, другой завод будет в это время успевать производить. А то, иначе вот нагрузка вся идет на один вот этот завод, да, вот, и он не успевает производить. Вот, тут он еще и механические детали производит, да, вот, плюс еще производит сталь, да, для производства, для строительных контор. Вот. Так. Здесь пока забор этот продолжать не будем, да, вот так. Так, ну, в общем-то, вот так вот у нас получается все это дело, да. Где-то вот здесь вот будем соединяться с общей железной дорогой, да, вот, и здесь немного такое пространство будет. Ну, а будущий автогигант, да, вот, имея в виду по производству грузовых автомобилей, да, вот, и спецтехники, мы заложим где-нибудь в другом месте. Вот. Так. И вот еще один вот тоже вот такой момент надо будет сделать, это тоже для начала только заложим. Вот. Появилась тут вот такая вот интересная электростанция, которая называется газотурбинная. вот, которая работает на нефти, вот, и ее не помешало бы нам тоже построить где-нибудь вот здесь вот, да, вот, где у нас большие залежи нефти. Вот. Итак, давайте-ка посмотрим, где у нас большие залежи нефти имеются. Так. Давайте-ка вот, наверное, где-то вот здесь разместим ее, да, вот эту газотурбинную электростанцию. Так, вот таким вот образом построим ее, чтобы вот она как бы этом, хотя вот, что-то вот, как бы вот лучше разместить, я думаю. Я думаю, где-то вот здесь вот разместить ее вот таким вот образом, да, вот. Это пока только проект будет, так, да, ну и естественно где-нибудь вот поблизости построим нефтяную вышку, да, вот, для того, чтобы качать нефут. И сколько процентов тут, обалдеть. Ну, вот здесь вот рядом построим в 92 процента, вполне, я думаю, достаточно будет, хватит, да, вот таким вот образом. Ну, нефтяная вышка, пускай потихоньку строится. Возле щип завода все это дело будет размещаться, да, вот таким вот образом. Так. Ну, а это пока приостановим. Потом чуть позже запустим строительство, да, вот, и вот здесь вот уже вот соединимся с общей линией. Итак, что у нас с автомобилями? Так. Что-то никак не... Вот чуть-чуть буквально еще один автомобиль произведется, да, вот. Так, где автобус, который возит... Вот работников очень мало, да, вот, вроде бы везет, да, так. Итак, чтобы было больше работников, надо больше строить. Так, и мы, естественно, закладываем строительство еще одного здания. Так, имею в виду жилого здания, да. Так. Это будут здания вот такого вот проекта. Так. Так, сейчас, секунду. Типа вот такого вот проекта, да, вот, здания эти будут. Так. Ну, мы заложим здесь не такое большое, а вот хотя бы для начала вот такое здесь будет здание. Так, чтобы было вот недалеко от парковочки. Так, что ж ты не умещаешься никак. Они вот эти дома такие красивые, мне нравятся они. Вот еще и умещаются они. Так, неплохо так вот, да, вот, компактно. Имею в виду вместимость этих зданий огромная тоже, так. Ну, ладно, вот здесь вот так вот построим, да, вот, пускай вот таким вот образом стоит. Вот. Ну, и к нему вот так вот дорога тоже, естественно, будет идти. Так. Что-нибудь еще пристроим, да, так вот таким вот образом. Так, немного криво, что ли. А, пойдет нормально. Так. Ладно, так. По окончанию уведомить, потому что будем расселять вот этот дом, да, вот, вот эти дома. Вот, отлично. Так. Ну, давайте-ка немного подождем, да, вот, за кадром, когда у нас появится, когда у нас, как говорится, там, производятся первые автомобили, да. Вот. Итак, дорогие друзья, вот наши первые два автомобиля, да, вот, поехали, короче, в магазин. Сейчас мы это обязательно проследим, да, вот, и проследим, кому же достанутся первые наши автомобили. Итак, это исторический момент. Так. Так, вот он наш автозавод. Первые два покупателя в предвкушении. Кому же достанется за трудовые заслуги первые автомобили? Давайте-ка этот момент вот так вот запечатлим, да, вот. Так. Так. Так, все равно я сейчас запечатлую этот момент. Так, вот таким вот образом. Так. Вот, допустим, первые автомобили, да, вот у нас ожидают, короче. Так. И давайте посмотрим, кому же достанется наш первый автомобиль. Идет распределение. Итак, давайте-ка мы распределение вот таким образом сделаем. Так, преимущественно за молодыми гражданами только до 30, только до 40. Любые граждане. Так, это сделаем до 40, потому что это такие автомобили будут люди, короче, со старшим таким этим, да, вот, и с высшим образованием, да, вот. Итак. Кто первый? Первый автомобиль поехал. И счастливцем обладальцем является Ткачева Амалия Яновна. Так. Женщина, возраст 23 года, да, вот. Имеет высшее образование, так, счастлива, лояльность к власти 3% всего лишь. Да, маловатенько лояльность, но зато мы дали ей автомобиль. Может быть, эта лояльность увеличится? Итак, проживает она... В типовом доме Ша 583, да, так. Она подзаправилась, да, вот, смотрите-ка, так. И поехала домой. Так, ну, вот тут вот имеются вот парковочки, да, вот, скорее всего, сейчас она сюда и заедет. Ну, ладно. Поздравим счастливую обладательницу первых автомобилей, счастливых обладателей, да, вот. А сами, как говорится, начнем дальше развивать нашу республику, да, вот, и в конце концов тут уже у нас уже производятся уже следующие партии автомобилей, да, вот. И мы в дальнейшем дальше начнем, дальше будем, как говорится, все развивать. Итак, дом у нас этот строится потихоньку, да, это хорошо, вот, у нас по нее потихоньку уже экономика пошла в плюс, да, вот, и я надеюсь, уже в скором времени мы раскидаемся с вот этими проклятыми кредитами, вот, которых мы нахватали аж, сейчас скажу, аж 6 штук, да, вот, это очень много. Вот. Итак, дорогие друзья, на этом пока мы прощаемся с вами, всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр, кому понравилось, не забываем ставить палец вверх, также, гости, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих роликов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok